В общем, положительно восприняли экспансию на запад российской автомобильной марки. В рейтингах продаж «Лады» сейчас даже идут рядом с «Ламборгини». Это в Германии. По какому же показателю, выяснила Ольга Агинская. Если блондинки бросаются целовать тебя прямо на улице, значит ты точно ездишь на «Ладе». Сделано в России. Немецкий пенсионер Отто Штут поверил этой рекламе с загорелым атлетом и купил себе «Ладу-Калину». Говорит, доволен. Теперь ездит с женой в булочную и в супермаркет. Это баварское пиво я выпью за свою русскую машину. А потом выпью водки. Я туда лакрицу добавляю и пью. Очень вкусно. Деньги не на ветер. Это по-русски. Вот и всякие навороты Керу Штуту в его русской машине совсем не нужны. Когда мы купили «Ладу», соседи нас, конечно, не поняли, но промолчали. Ну а мне зачем всякие прибамбасы и дорогая марка? За эту машину я отдал всего 10 тысяч евро. А она же новая и ездит на газе. А это экономно. Продукцию советского, а теперь и российского автопрома продают в Германии уже более 40 лет. И бегает она тут по автобанам прекрасно, утверждают продавцы. Это трудно представить, но «Лада» в Германии обогнала даже «Ламборгини». Не по скорости, конечно, а по продажам. То есть за последний месяц «Фэр» продано 150 машин «Лада», а «Ламборгини» всего 60 штук. В городке Букстэ-Худэ разгружают уже третий за сегодня автовоз из России. Здесь находится головной офис компании «Лада Дойчлан». Мы делаем антикоррозийную защиту днища и всей машины. Ставим в защитные окантовки дверей. Кому надо, врезаем люк или ставим крюк для прицепа. Легендарный внедорожник с нулевым кем-метражом часто привозят из России почему-то вот таким грязным. Частью ли немцы усмехаются и берутся за пылесосы. Хоть и не машина класса люкс, но должна блестеть. Не продать значит работать в убыток. Примерная цена 10 тысяч евро. Борются за каждого покупателя. Мы сейчас специально везде пишем «Made in Russia». И это надпись не только о том, где сделан автомобиль. Она еще напоминает немцам о Второй мировой войне, когда немецкие танки глохли на морозе, а советские шли вперед. Знаете, иногда наша машина даже слишком быстрая. Нас уже три раза на автобане фотографировали за превышение скорости. Если фрау Штутт за рулем, то Герр Штутт выполняет роль штурмана. Лада их еще ни разу не подводила. Лара их хорошо. Ольга Гинская, Тарас Секер, КРНТВ, Германия.